Проект кодекса об администрационных правопорушениях вынесены на громадское обмеркование. Основные изменения тщатся правилам дорожного руху. Свою думку можно выказать до 27 мая на национальном правовом портале. Что изменится для водителя с принятием новой редакции кодекса и как они сами ставятся до будущих перемен в наступном репортаже. Новые правила притягнения до отказности водителя у меня зручные для тех, кто регулярно порушает правила дорожного руху. Баловая система так само включена в новый проект. За порушение, а кроме штрафа, водителю будут наличивать штрафные баллы. Коли их шмат, посвященец часово забирают. Если раньше водители себе допускали многочисленные совершения мелких административных правонарушений по линии безопасности дорожного движения, и для них это влекло всего лишь наложение административной ответственности в виде штрафа, оставаясь при этом с водительским удостоверением, право управления их на транспортное средство никто не лишал, то сейчас в случае набора 10 и более баллов автоматически предусмотрено лишение сроком на 6 месяцев. То есть те, которые у нас совершают много правонарушений и чувствуют свою безнаказу, уже будут понимать, что нужно вести себя на дороге более подобающим образом, и не допуская даже мелкие правонарушения. Система продугледживает поэтапное уздеяние на порушальников. Коли у водителя 0 очков за первую администрационную провинность наличивается 1 балл, а штраф не выписывается. За новые порушения ему и наличиваются баллы и накладается спагнание. После 6 очков грамадзянину добавляют баллы и дают максимально махтшимый штраф, продугледженный артыкулом. Так протягивается до 10 баллов, после чего у порушальника забирают посвящение на полгода. Накольки готовые до таких нововведения у сами водители, мы потекавилися на дорогах Гомеля. Мне нравится, что люди, которые будут находиться в нетрезвом состоянии, что их будут лишать и наказывать большими суммами. По поводу балльной системы, мне кажется, мы уже это проходили. У нас уже были баллы, которые накапливались. Я не знаю, дало это что-то или нет, поэтому я отношусь к этому, не знаю. Я не знаю, даст ли это что-то. Я за эту балльную систему. Пускай она будет. По выниках и питания думки разделились. Просто аутоаматоры у основным были за увядение балловой системы. Профессионалы, якие за рулем постоянно, до нововведения относятся настороженно. Шансы стратить посвящение и працу повеличиваются. Однако изменять манеру ваджения и мкнуться не усе. С алкоголем, как уж заточили меры, то это правильно, я считаю, потому что много аварий случается из-за алкоголя, и водитель становится невнимательным. Ну, здесь, да, можно наказывать. А с балльной системой тоже каждый день за рулем, и каждый день где-то не успел, может где-то пристегнуться, где-то там пересек, не успел. И так тоже 10 баллов за год можно очень легко насобирать и стать пешеходом. Есть спис порушений, за которые не будут наличивать баллы. Отсутны страховки, порушение правила стоянки транспортного сродка, перевышение худкости от 10 до 20 километров за годину. Новый кодекс робит боль жорстким, пока ранее за нецвярозое ваджение. Тут думки и аматоров, и профессионалов сошлися, что год десятки водителев и пассажиров становятся охвярами аварий с уделом нецвярозых водителев. Раньше была административная деятельность одна для всех, одинаковая. Сейчас при управлении транспортом в состоянии опьянения с содержанием алкоголя в крови от 0,3 до 0,8 промилле, уже предусмотрена ответственность в размере 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года. Раньше, к слову, было от 50 до 100 базовых величин и 3 года лишения права управления. Те же, кто допускает управление транспортом свыше 0,8 промилле, либо же в наркотическом пьянении, либо же отказ от прохождения свидетельствия, здесь ответственность возрастает в разы штраф 200 базовых и лишение права управления сроком на 5 лет. Таким чином проект кодекса накерованы на узмацнение строгости минавиты за систематичное порушение правилов дорожного руху. Аматорам зеленого змея придется не один раз подумать, те треба садиться за руль. Инспекторы райц просто не порушать правилы дорожного руху. Миколай Скинтьян, Александр Харлампов, Телерадио компания Гомель.